9 мая. Великий праздник День Победы. В этом году вся страна планировала отметить его особенно торжественно. Однако внезапно подкосившая весь мир болезнь изменила планы. Строгие ограничительные мероприятия будут действовать и в майские праздники. Но в любом случае 75-летие победы в Великой отечественной войне в Ирбите отметят именно 9 мая. Правда, в ином формате. В социальных сетях горожане делятся фотографиями Ирбита, украшенного к 9 мая. Увидеть праздничное убранство сегодня воочию суждено не всем. Многие находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Ко Дню Победы городская администрация начала готовиться еще осенью прошлого года. Тогда о пандемии никто и не думал. Были закуплены украшения и заключены договоры на организацию праздничной программы и фейерверка. К сожалению, то, что мы запланировали на сегодняшний день, нам не удастся воплотить в жизнь. Но я надеюсь, мы это сделаем тогда, когда будут сняты ограничения. Акция «Георгиевская ленточка» все-таки состоится. Ленты администрации уже закуплены. Их выдадут ирбитским предпринимателям, чтобы они смогли раздать их горожанам 9 мая в своих магазинах. Ну а сами торжественные мероприятия мы сможем наблюдать только в социальных сетях или по телевизору. 9 мая с 11 часов начнется прямая трансляция с места возложения цветов к монументам, к памятникам воинов Великой Отечественной войны в нашем городе. Глава примет участие в возложении цветов, а также поздравить в прямом эфире всех ветеранов Великой Отечественной войны и ирбитчан с таким великим праздником – Днем Победы. Наблюдать действие можно будет в социальных сетях, в аккаунтах Дворца культуры имени Костевича. Ссылка будет размещена и на официальном сайте администрации города. В 14.00 также в интернете можно посмотреть прямую трансляцию с концерта с участием артистов Дворца. После на телеканале НТС «Ирбит» будет показан спектакль ирбитского драматического театра «Весна Победы». Кроме этого, все учреждения культуры во всех своих аккаунтах, во всех социальных сетях представляет уже огромное количество проектов. Так в настоящее время готовится и скоро будет реализован проект совместный с ирбитским телевидением всех учреждений культуры «Письма из прошлого», где артисты ирбитского драматического театра читают реальные, сохранившиеся письма наших ирбитчан в те годы Великой Отечественной войны с фронта. Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая по всей стране, правда, тоже в новом формате. Традиционное шествие по улицам городов с портретами солдат под запретом. В 21.00 именно 9 мая предлагается после минуты молчания выйти у кого есть на балкон с фотографией своего героя, своего родственника или поставить в окно. Мы все уверены, что «Бессмертный полк» пройдет. Сегодня даже на видеоконференции правительства была такая информация, что мы дождемся того дня, когда мы все выйдем на улицу и обязательно сделаем эту акцию «Бессмертный полк». В том формате, в котором ежегодно проводилась она все прошлые годы. Праздничный фейерверк, который с года в год проходит 9 мая и также был запланирован на этот год, пока пришлось отменить. Салют в честь Дня Победы будет, но после снятия ограничительных мероприятий. Кроме того, в дни майских праздников любой желающий может принять участие в интернет-конкурсах, либо выставить на своих страничках в социальных сетях фотографии с первомайской демонстрации прошлых лет, либо с Парада Победы с соответствующим хэштегом. Анастасия Махнашина, Евгений Пресежнюк, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС РБИТ.